Всем огромный привет! Сегодня встречаемся в магазине Фамилия. Будет школьный обзор. В первой половине видео покажу вам различную школьную одежду, которая представлена в магазине. А во второй половине уже будет небольшой обзор канцелярии. Ну что, начну с обзора одежды для девочек. Вот такие платья красивые, нарядные, с белым воротником. Здесь фамилии представлены. Есть еще на выбор разные размеры, поэтому успевайте. Можно выбрать как раз-таки свой размер. Также в ассортименте есть белые блузы. Вот это конкретно трикотажная популярная торговая марка Pelican. Стоимость 800 рублей. Есть также с различными кружевами. Несколько вариантов. И также бренд Pelican. Особенно мне нравится вот с такими контрастными деталями, как эта брошь. Смотрится особенно нарядно, как мне кажется. Так, посмотрим с вами, сколько она стоит. 1300 рублей. А это уже брючки. Вот эти конкретно мне по качеству не очень понравились. Это производство Китай. Да, у них бюджетная цена, но мне кажется, что даже бюджетная цена не оправдывает, когда качество... Ну, совсем такое не очень хорошее. Так, это спортивные брюки. Бренд Pelican. Стоимость 1300 рублей. Так, двигаемся с вами дальше. Здесь большой рейлинг с одеждой. Много жакетов для девочек. Вот в таком сером цвете. И хотя по составу здесь 90% по-моему полистер. Да, но вот он тоже бывает разный полистер. Этот очень приятный на ощупь. Стоимость 700 рублей. А страна производства Россия. Так, посмотрим с вами, что есть еще интересненького. Разные юбки в ассортименте. Еще один сарафан. Ну, вот его, конечно, нужно отпарить. И я думаю, он даже будет очень даже ничего. 600 рублей стоит. Клетка. Очень люблю принт-клетку. Здесь есть разные юбочки в клетку. Стоимость 500 рублей. Так называется бренд. И страна изготовления Россия. Также есть в полоску. Или однотонные юбки. Это Baton Blue. Популярный детский бренд. Стоимость 1200 рублей. И вообще очень много товаров этого бренда здесь представлено. Так, а это белорусское производство. Мне кажется, белорусское производство. Это тоже так, знаете, ассоциация с качественной продукцией. Что касаемо вещей, продуктов. Ну, по крайней мере, у меня они так ассоциируются. Еще одна модель Baton Blue. Уже платье школьное. Стоимость 800 рублей. Мне кажется, цена-качество неплохая. А вот это бренд Акула. И здесь качество, конечно, подкачало. Уже видны катышки. Хотя я покупала раньше одежду этого бренда. И не могу сказать, что она плохого качества. Но, видимо, все индивидуально. Посмотрите, какая классная находка. Красивая юбка. Очень приятная на ощупь. И это популярный бренд Manga. Стоимость 500 рублей. Мне кажется, отличная находка. Страна изготовления Марокко. Очень приятный цвет. Это голубая, серо-голубая клетка. Мне очень нравится. И хочу вам напомнить, что внизу в описании будет ссылка на мой телеграм-канал. Я не так давно создала телеграм-канал. И буду рада видеть вас там. Если вам интересно, переходите, подписывайтесь. Там я буду выкладывать более оперативные обзоры. Может быть, что-то, что не входит в видео. Поэтому приглашаю вас. Ну а сейчас возвращаемся к обзору. Еще нашла одну ростовку юбка Manga, которую ранее показывала. То есть, выбор сейчас есть. Размеры разные, разные модели. В общем, можно найти что-то интересное. Поэтому успевайте. Вот выбор обуви. Мне показалось совсем. Ассортимент небольшой. Здесь обувь для девочек. Буквально там, не знаю, несколько моделей. Показываю вам сразу и название торговой марки. И чтобы цена была. Видно, орто-мода Россия. Вероятно, какая-то ортопедическая обувь. И еще пару стеллажей. Здесь представлено. Так. Это на танкетке небольшой. Стоимость 1300 рублей. Обувь с перфорацией. Ну а теперь перейдем к одежде для мальчиков. Голубые рубашки. Цвет приятный. Так называется бренд. Так. Цена 700 рублей. Следующая рубашка. Особенно мне понравилась ткань. Вот так называется бренд. Очень много товаров этого бренда представлено в фамилии. Стоимость 1000 рублей. Я, если честно, думала, что рубашки для детей стоят гораздо дешевле, чем на взрослых. Но сейчас смотрю и думаю, плюс-минус одинаково. Выходит, что так. Теперь брюки для мальчиков. Так. Бренд. Вот называется следующим образом. И стоят они 1000 рублей. Страна изготовления. Китай. Здесь 30% вискозы. И следующий интересный бренд. Называется он или торговая марка. Называется он Славянка. Да, теперь Славянка это не только конфеты, а вот такая торговая марка, которая выпускает одежду. Я, честно говоря, не знала такую. Но качество продукции меня порадовало. Мне понравились модели. Особенно нравятся вот такие детали. Так что бренд неплохой. Стоит присмотреться. И стоимость 1500 рублей. Цена тоже хорошая. Еще одна модель брюк. Но это уже такой летний вариант. Прямые брюки Антонио Марата. Сейчас посмотрим с вами, сколько стоит. Ранее цена была 2000 рублей. А сейчас по красному ценнику стоимость 1600 рублей. Небольшая скидка. Но опять-таки приятно. Большое количество пола в белом цвете разных производителей. Так, а это батик. Популярная, кстати, торговая марка. Странное изготовление. Узбекистан. И цена 1000 рублей. Есть также 1200. Это уже другой бренд. Так, белые рубашки мы с вами уже посмотрели. 500 рублей пола. Есть также рубашки в полоску, например. Бренд. Я вам уже его показывала. Не знаю, как правильно произносится. Так. Если хочется что-то такое повеселей. Есть вот такая рубашка. Стоимость 900 рублей. Не знаю, насколько это позволяет школьный дресс-код. Ну, может быть, где-то можно входить в свободной форме. Это уже такая двойка джемпер в комплекте с имитацией рубашки. Так. Несколько вариантов рубашек. Расцветки разные. Но сейчас, я считаю, выбор еще хороший. Поэтому надо уже сейчас подумать о том, что школа совсем рядом. Так. Этот бренд я вам уже показывала. И посмотрите, какая красота. Какой симпатичный жакет. Особенно красивый подклад. Вот так его засняла для вас в полный рост. Сейчас посмотрим с вами поближе. Подклад просто восхитительный. Так. Внутри есть карман. Стоимость. Стоимость всего 1200 рублей. Мне кажется, хорошая цена. Приятный по качеству. И здесь в отделе для мальчиков, да, обнаружила еще одно платье. Такое тоже бывает в фамилии. Часто вещи висят не на своих местах. Стоимость 1700 рублей. Воротничок, кстати говоря, отстегивается. И сейчас при покупке товаров в школе есть такой бонус. Вот такие наклейки. Шупа-монстры какие-то. Выдаются, в общем, что-то очень популярное для детей. Но сейчас небольшой обзор канцелярии. Появились вот такие пеналы интересные в виде кошек. Цена 169 рублей. Качество такое среднее на сезон. Может быть, хватит, а может быть, и нет. Также есть пеналы классической формы с различными декоративными элементами. Или вот такой лаковый. Переливается. В разных цветах. Цвета в ассортименте. Сейчас вам покажу, что у нас в наличии. Стоит он, кстати говоря, всего 120 рублей. Отличная цена. А этот пенал 170 рублей. Ну и, конечно, единороги. Куда без единорогов. Вот такой красивый пенал. Очень такой нежный. Стоимость 200 рублей. Мне понравился. Очень красиво выглядит. В общем, есть из чего выбрать. Есть более спокойные. Есть и более яркие. Спокойные цвета. И различные популярные герои. А, кстати говоря, тетради я здесь не увидела. Есть большое количество скетчбуков. Очень ярких, красивых. Но тетради я здесь не нашла. Может быть, еще просто не время. А сейчас мелкая канцелярия. Буду выборочно показывать, чтобы видео не было бесконечным. Ластики, резинки. Стоимость 150 рублей. Например, вот этот набор из двух штук. Очень много декоративных ластиков. Самых-самых разных. С щенячим патрулем. Здесь стоимость 99 рублей. Мне кажется, они не очень хорошо стирают. Поскольку у меня был такой опыт, когда я купилась на дизайн. Но прямую свою функцию они не выполняли. А сейчас показываю вам вот такой набор, состоящий из карандаша и стаканчика. Ну, в смысле стаканчик. Это точилка, я так понимаю. Следующий предмет это краски. Здесь стоят 80 рублей. Есть также разные кисти. Наборы готовальни, по-моему. Это так называется. Циркуль из стержня. Так, карандаши цветные. Вот это очень популярный производитель. Представлен практически во всех супермаркетах. Стоимость 99 рублей. Пластилин. Легкий пластилин. Такой вот интересный у него дизайн. Что-то необычное. Стоимость 150 рублей. Так, а здесь различные учебные пособия. И еще немного пеналов. Особенно вот этот понравился. Выглядит очень гламурно. По качеству тоже вопросов нет. Качество хорошее. Приятная расцветка. Сочетание цветов. Стоимость 350 рублей. Ну да, он чуть дороже. Но интересный. Есть также уже пеналы с наполнением. Например, вот показываю вам один из вариантов. И цена 250 рублей. Пенал с точилкой. Я так понимаю, что там внутри еще и карандаши. Так, теперь фломастеры. Есть с популярными мультипликационными героями. Свинка Пеппа. Или какой-то классический вариант. Можно выбрать ручки. Я, кстати говоря, ручки очень люблю из магазина FixPrice. Такие с гранями. И ничего не покупаю больше. Потому что они меня полностью устраивают. Уже несколько лет я их покупаю. И всегда об этом говорю в FixPrice. Поэтому, если не пробовали, обязательно попробуйте. На этом заканчиваю свое видео. Спасибо, что заклинули. И до встречи. Продолжение следует...